МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Расков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Найдены два школьника, которые пропали в селе Великая Балка Беляевского района еще 13 мая. Как сообщили в пресс-центре регионального управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям, детей обнаружили сотрудники милиции в селе Малая Раздельнянского района в 20 километрах от родного села. Другие детали происшествия выясняются. Известно лишь, что со школьниками все в порядке. О пропаже двух 13-летних мальчиков в милицию сообщили только 15 мая. Они ушли в школу и не вернулись. Ребят искали сначала собственными силами родители, затем подключили спасателей и волонтеров, которые прочесывали катакомбы и близлежащую территорию. Спасатели работали всю ночь. Ими были обследованы главные галереи в катакомбах, но следов пребывания детей там не обнаружили. Утром 16 мая поисковые работы в катакомбах решено было прекратить. В этот же день детей нашли сотрудники милиции в селе Малая Раздельнянского района, в 20 километрах от их родного села. Сейчас выясняются подробности марш-броска двух юных путешественников. Следует отметить, что одесские катакомбы – это не только достопримечательность нашего города, привлекающая толпы туристов, но также и место крайне опасное. Здесь регулярно пропадают люди. Значительная часть одесских и пригородных катакомб, а это приблизительно 2500 километров, труднодоступна и до сих пор не нанесена на карту. Найти, к сожалению, удается не всех. Так, больше года назад здесь пропал молодой парень Константин Шариков. В ночь на Рождество юноша отправился в катакомбы под селом Холодная Балка. До сих пор он считается пропавшим без вести. Спасатели в очередной раз просят горожан и гостей города быть осмотрительными и не отправляться в катакомбы самостоятельно, без сопровождения специалистов. Сотрудники милиции продолжают поиски полутора годовалого Никиты Старикова, который 25 марта пропал в селе Добра Александровка Ведеопольского района. Как отмечают в обл.УВД, ребенок считается без вести пропавшим, и правоохранители продолжают его розыск. После того, как милиционеры вместе с волонтерами несколько раз тщательно обыскали все окрестности села Добра Александровка, поиски на месте прекратились. Сейчас правоохранителю проводят административный розыск, отслеживают все сообщения о пропавших и найденных детях, а также информацию о въезде и выезде людей с маленькими детьми. Презентация выхода первых 50 книг международной книжной поэтической серии «Зона Овидия» прошла в помещении Одесского отделения Союза журналистов Украины. Основанная в 2003 году, серия является уникальным собранием произведений украинских поэтов. Значимые мероприятия культурной жизни не только нашего города, но и Украины в целом посетила наша съемочная группа. Минуле – это синоним слова «згинь». Погнал о нас сегодня в майбутнє, крізь завтра, після завтра, всіх туди. Ти все взяла – парфуми, гроші, сукні, а я лиш лютню, ту продавню лютню, ту жливу, без єдиної струни. 53 книги за 9 лет – это одна из самых больших в Украине серий украинской поэзии. Ее вдохновитель, лауреат Шевченковской премии Тарас Федюк рассказывает, что «Зона Овидия» стала стартом литературной карьеры для многих молодых поэтов, книги которых в дальнейшем получали признание престижных литературных премий. Среди авторов – Павел Вальвач, Дмитрий Лазуткин, Александр Гаврош, Сергей Пантюх, Юрий Кучерявый и многие другие. Между тем и сама серия не единожды получала высокую оценку экспертов. За цей час, за ці 9 років, ця серия двічі була відзначена як краща серия літературно-художнього видання, як краща серия в Украине. Це рейтинг книжка року двічі відзначав як кращу. Я просто туди, куди пальцем не ткни, тут за ці книжки люди отримали дуже багато літературних премій насправді. Одним із основателем серії «Зона Овидия» является общественна організація «Интелектуальний форум» во главі з известним українським промышленником і меценатом Алексеем Казаченко. Именно благодаря його постоянной поддержці в свет виходит произведення молодых, талантливих українських поэтов. «Очень прекрасно, коли появляться вот такі проєкти. В своє час ми підтримували і продовжуємо підтримувати художні проєкти. Ми проводили з Вадиком Суусовим цей ряд мероприятий по організації робот художників, по їх выставки, по їх совмєстному творчеству. Тож саме – це длітельний процес, растянутий на багато років. Он стабилен, он позволяє щось вокруг себе акумулювати. Это такой же проєкт, который стабилен, который позволяет акумулировать вокруг себя вот те вещи, которые требуют разрешения. То есть конкретно просто издавать тех авторов, которых их же коллеги считают достойными, чтобы они были изданы, чтобы они достигли своего читателя. Интеллектуальный форум, он от начала является основником цієї серии. Я просто не писал там никаких прозвищ, а там есть подяка форуму интеллектуальному и Козаченко на каждой книжке. Значит, и, власне, это наш спильный проект, спильный проект фонда «Украина 21-го столетия» и Асоціації украинских письменников. Мы за этот час, за эти 10 років стали просто добрыми друзями, и у нас немає таких каких-то непорозумінь. Ось уже майже 10 років мы выдаем книжки. 53 книжки, это, если поделить по месяцям, это выходит одна книжка на два месяца. Всего за время существования серии проведено 114 презентаций книг, как в нашей стране, так и за ее пределами. Опубликовано более 200 рецензий. Поэтическая серия «Зона Овидия» – это крупнейшая библиотека современной поэзии в Украине и одна из самых масштабных поэтических серий в мире. И самое главное, благодаря «Зоне Овидия» сегодня во времена малоцивилизованных рыночных отношений талантливые украинские поэты и прозаики получили уникальную возможность прийти к своему читателю. 15 мая отмечался Международный день семьи. 16 мая – Международный день биографа. История семей – это история общества, его строительный материал. О том, как отражается родословное человека в документах, а также о значении семейных архивов, рассказывает гость программы «Темы дня» заместитель директора Государственного архива Одесской области Лилия Белоусова. Наш Государственный архив Одесской области хранит невероятное количество документов и дел. Это более 2 миллионов дел и 13 тысяч фондов. И часть этого комплекса документов, она как раз и посвящена истории отдельных личностей или истории семей. 159 фондов личного происхождения собраны были архивистами за 95 лет существования архива. Это действительно бесценные, уникальные документы, хотя бы потому, что хронологические рамки этих документов, которые хранятся в этих фондах, они самые ранние, с 16 века. Основная же документация с конца 18 века, со времени основания Одессы. Именно в этих фондах можно увидеть самые уникальные, самые интересные материалы, как по истории семьи, так и по биографии отдельных людей. В эти дни отмечается 180 лет со дня основания Черноморского морского пароходства. Старейшее пароходство на Черном море начало свою историю в 1833 году, когда в Одессе было открыто Черноморское общество пароходов для установления постоянных сношений между Россией и Османской империей. В активе общества было три парохода. Накануне распада Советского Союза ЧМП было мощнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире. В его составе находилось около 300 судов различного класса. Увы, по состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела. О том, каким было ЧМП и о надежде на его возрождение, говорили на торжественном собрании в Одесском дворце моряков. Горький праздник воспоминания по былому могуществу и славной истории. 180 лет свершений, подвигов и открытий. Еще в начале 90-х годов прошлого века ЧМП было крупнейшим судоходным предприятием в мире. Его годовой доход составлял 1 миллиард долларов. На балансе предприятий отчислилось 295 единиц грузовых и насосных суден и порядка 100 единиц вспомогательного флота. И хотя на протяжении последних двух десятилетий были предприняты несколько попыток спасти пароходство, активное разворовывание старейшего и крупнейшего судоходного предприятия Европы не прекращалось ни на один день. Сейчас на балансе предприятия, считавшегося гордостью отечественного торгового флота, числится всего лишь одно судно. Всю свою трудовую деятельность отработал в Черноморском морском пароходстве, начиная с 1975 года, ну и до его, как говорится, распада практически до 2000 года. Естественно, есть надежда, что флот возродится, что Украина без флота я себя не представляю. Большую надежду на возрождение Черноморского морского пароходства питает и Валентин Сидоров. Капитан дальнего плавания всю трудовую карьеру посвятил Черноморскому пароходству. Командовал такими легендарными судами, как Максим Горький, Федор Достоевский. Я не представлял себе жизни без моря. К сожалению, сегодня, в этот торжественный день, 180 детей Черноморского пароходства. Мы отмечаем развал этого пароходства. Но мы надеемся, что создадим пароходство еще раз вновь и вновь. И наши внуки, наши дети будут плавать под флагом Черноморского пароходства. Возрождение ЧМП стало главной темой торжественного собрания. Вчера мы объявили своих намерений на Совете ветеранов, что создаем акционерную компанию, акционерную садуру на концерн Блазко-Черноморское пароходство. Есть два источника финансирования на китайских и японских езерах. Это крупные блокера 35-65 тысяч тонн. И 500 миллионов евро это суда, 7-10 тысяч тонн транспортных суда на Черноморозовском бассейне. И у нас нет сомнений, что ЧМП, как акционерная компания, мы его создадим. Одна из центральных наших мыслей это все поднять украинский флаг. И мы хотим продекларировать, что Украина была, есть и будет морской державой. В ходе торжественного собрания ветеранов Черноморского морского пароходства наградили почетными знаками. Седые морские волки говорят, награды получать приятно, но вдвойне будет приятно старым капитанам, когда выпускники морских вузов Одессы будут ходить не под флагами других стран, а под возрожденным вымпелом Черноморского морского пароходства. В Европу без фашизма. Под таким лозунгом в Одессе состоялся антифашистский митинг. Жители города прошествовали от Соборной площади до памятника Дюку-де-Ришелье, где была установлена сцена. Подробности акции в следующем репортаже. По подсчетам сотрудников милиции, порядка 20 тысяч одесситов присоединились к митингу против пропаганды неонацизма и разжигания национальной ненависти. Одесситы еще есть, и здесь фашизма не будет. Это самое главное. Ни фашизма, ни национализма в Одессе не может быть, потому что в Одессе живут люди десятка наций. И мы все живем в мире, и мы все живем благодаря тому, что была великая победа, в Великой Отечественной войне. Мои дед и бабушка воевали во время войны против фашизма, против насилия. Поэтому я хочу, чтобы мои дети и внуки, у меня уже двое внуков, чтобы они тоже знали, что это такое. Я дитя войны. Я этот фашизм прочувствовала на себе. Моя семья голодала. И такой народ тоже советский наш. И почему сейчас они разделились, я не понимаю. Акцию инициировали и приняли в ней участие представители различных объединений и общественных движений. Ветераны и молодые люди говорили, что наш город был, есть и будет интернациональным и толерантным. Мы пришли сюда для того, чтобы показать, что в городе Одессе нет людей, которым все равно. Нет тех людей, которые не причастны к сегодняшнему событию. Уже очень много сделано в городе для того, чтобы перекрыть дорогу той коричневой чуме, которая заливается в нашу страну. Я призываю вас всех поддержать наше антифашистское движение. Аналогичные общественные акции прошли сегодня во всех крупных городах юга Украины. Всеукраинский митинг запланирован на 18 мая. Одна из самых обсуждаемых тем мая – активность Солнца. Ученые говорят, светило разбушевалось сверх всякой меры. Пальнуло буквально очередью X вспышек пятого максимального класса мощности по принятой классификации. Четыре вспышки за трое суток. Их зафиксировала автоматическая станция НАСА, следящая за светилом. Ученые пристально следят за Солнцем, поскольку солнечные вспышки представляют угрозу для космонавтов, вызывают на Земле магнитные бури, выводят из строя спутники связи и могут оказывать влияние на здоровье людей. Излучение от вспышки достигает Земли меньше, чем через 10 минут после ее начала. Затем в течение нескольких десятков минут к нашей планете приходят мощные и быстрые потоки заряженных частиц, а через 2-3 дня – облака плазмы. Выводят из строя солнечные вспышки не только технику, но и человека, особенно те группы людей, которые подвержены метеозависимости и имеют серьезные проблемы со здоровьем. Мнение ученого и совета медиков в репортаже Ольги Цилаусовой. По словам ученых, солнечная вспышка представляет собой самое мощное проявление солнечной активности – внезапное взрывное выделение энергии в атмосфере Солнца. Активность Солнца в последние годы возросла, как и количество магнитных бурь, отмечают эксперты. Солнце довольно активно в эти годы, это годы максимума солнечной активности, такое в среднем с 11-летним циклом происходит. Сейчас была самого мощного класса вспышка и прогнозируются умеренные магнитные булины на 17-18 число. Многие одесситы заметили за последние дни ухудшение самочувствия. К первой группе относятся те, кто чувствует усиленную радиацию практически сразу во время вспышки. Вторая группа людей ощущает ее с некоторым запозданием на 1-2 дня. Реакция обеих групп в общем схожая. Возникающие головные боли, головокружение, боли в области сердца, подавленное настроение и раздражительность. Жизнь показывает, что во время наибольшей активности Солнца возникает, к примеру, резкое ухудшение состава... ...гипертонии, поступление пациентов в больницы увеличивается, растет и число несчастных случаев, а также суицидов. Это возникает количество ДТП. Люди теряют внимание, на дорогах все ездят по городу и видят, насколько в это время, в неблагоприятные дни, возрастает число происшествий. Во-вторых, это повышенное количество инфарктов, инсультов, кризов, приступов стенокардии. То есть люди, которые обладают хроническими заболеваниями, как правило, чувствуют это даже настолько, что попадают в больницу. Медики рекомендуют людям, страдающим хроническими заболеваниями, по возможности ограничивать активный образ жизни в эти дни, стараться избегать Солнца и любых физических нагрузок. Ко второй группе людей относятся пациенты с диагнозом вегетососудистая дистония, которых и в обычные дни сопровождает нервозность и раздражительность. А в период солнечной активности им приходится совсем худо. Дистоники – это приступы вегетативных реакций, приступы паники, ощущения сердцебиения, анемения в руках, подскакивания давления, плохой сон, повышенная утомляемость. Вегетососудистая дистония страдает, как правило, молодые люди, отмечают медики. И поэтому волей-неволей им приходится ходить на работу или учебу. Где-то ограничить режим, улучшить режим труда и отдыха, больше спать в такие дни, меньше делать тех дел, которые можно перенести на другой день. Это и достаточное количество успокоительных, травяных, гомеопатических, ну, если по назначению невропатолога это более сильное лечение, то и более серьезное. Это достаточное количество, как я всегда говорю, витаминов. Кроме того, в период солнечной активности медики советуют употреблять больше естественных эндорфинов, которые улучшают настроение, таких как шоколад и мед. Побольше дышать свежим морским воздухом по утрам, гулять с друзьями и любимыми. И, конечно же, поменьше думать о плохом. Накануне ночью на автодороге у села Усатого водитель Рено не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «ДАВ». В результате погиб пассажир легковушки. Водитель получил серьезные травмы и находится в реанимации. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшего из автомобиля. В четверг в районе села Великодолинское рейсовый автобус столкнулся с автомобилем «Черри». Одни очевидцы рассказывают, что легковой автомобиль пытался развернуться и не заметил приближающийся сзади автобус. Другие говорят, что «Черри Амулет» двигался по своей стороне и неожиданно получил удар сзади. К счастью, в результате столкновения пострадавших не было. Работники Котовского городского отдела милиции задержали молодого человека, который на кладбище до смерти забил своего знакомого. Несколько дней назад в дежурную часть Котовского ГО поступило сообщение, что в приемный покой больницы с сушивами лица и туловища доставлен 40-летний местный житель. С приемного покоя поступило сообщение о том, что в приемный покой калетой скорой помощи доставлено гражданину с телесным повреждением, который, пояснив о том, что данный телесный повреждение его причинил жителей села Малая Котовского района, скончался в последствии в реанимационном отделении. После этого на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая с первоначальными оперативными мероприятиями установила лицо, совершившее данное преступление. Для парня настоящим шоком стало то, что его противник по рукопашному бою скончался. Придя в себя, он рассказал, что в тот день приводил в порядок могилы на кладбище. Туда же на мопеде приехал и потерпевший. Сидели на кладбище, я на скамейке, подъезжаем опять. Он подходит, берет кушин, так подходит и мне кушином от вуха. Я, получается, поддаю со скамейки. Он, получается, хватает меня вот сюда и начинает бить. Я, короче, поднимаюсь там, стол, получается, поломался. Я поднимаюсь и с ним начинаю дальше убираться. Он, получается, вырывается и, получается, вот так меня кидает. Я, получается, падаю на гроб. Он сверху меня опять так, я ему в два раза ударил. Как рассказал задержанный, после драки он оставил своего противника на кладбище приходить в себя. Пошел в село. Там он сообщил его родственникам о конфликте. Но пострадавший от помощи отказался и в больницу обратился позже. Как оказалось, у молодых людей сложились давние и далеко не дружеские отношения, которые периодически перерастали в драки. Ну, он сам аркоман. Сел там на городе мак, я ему предупреждал, типа, не сел. Он, типа, он мак сел, нахуй. На плюсе я там был посадком. Вот так. То есть раньше вы дрались. В заключении судебно-медицинского эксперта говорится, смерть пострадавшего наступила от многочисленных переломов ребер и травмы сердца. Видимо, в эти удары молодой человек вложил всю свою ярость и ненависть к погибшему. Однако развязка трагична. Пострадавший умер, а победитель за решеткой. Возбуждено уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. За данное преступление предусматривается заключение на срок от 7 до 10 лет. Так что следующие годы молодой человек проведет в тюрьме. В управлении Государственной и Пенитенциарной службы Украины Одесской области представили нового начальника. Им стал полковник милиции Вадим Ермолинец, который более 25 лет работал в органах внутренних дел Одесской области. Вадим Ермолинец говорит, что он родился в Одессе, здесь живет его семья. Трудовую деятельность начал учителем токаря, попробовал свои силы и в профессии заводского кабельщика-шнуровальщика. А уже с 1986 года зарекомендовал себя как квалифицированного сотрудника органа внутренних дел. Сколько я работал в предприятии системы, задачи у меня всегда болеют. На нового начальника возложена миссия восстановить порядок в СИЗО, говорят представители пенитенциарной службы. На нового начальника укладывали основные задачи, прежде всего, посиление режима охороны. Вы знаете, что последним временем были некоторые неприятные вещи, в том числе в Одесском СИЗО, по Украине у нас в других местах. Поэтому на сегодняшний день уже призначенный месяц тому новый руководитель Одесского СИЗО, он призначен туда для того, чтобы навести порядок, привести все до нормы. Бывший начальник управления государственной бенитенциарной службы Украины в Одесской области Александр Деленко назначен главой Березовской райадминистрации. Трое одесситов и гражданин Германии пытались вывести крупную сумму валюты. Их остановили пограничники Львовской области. Не задекларированную валюту нарушители перевозили в автомобили «Опель». У пограничников была предварительная информация о возможном перемещении валюты именно этим транспортным средством. Поэтому его сразу направили на полосу «Красный коридор» для дополнительной проверки. Свыше 56 тысяч евро и 200 долларов нашли в личных вещах. По закону каждому из туристов было возвращено по 10 тысяч евро. Остальные деньги изъяли. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего вам самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok